Привет, друзья! Человек иногда и сам не подозревает, на что он способен в экстремальной ситуации. Все резервы физиологии и знания работают на выживание, поэтому результат может получиться просто потрясающий. Эта невероятная история произошла в 1993 году. Любитель экстремальных путешествий Эмиль Релей решил отправиться в дальние края. На этот раз путь его планировался по Африке на специально приготовленном автомобиле Citroёn 2CV. Вообще, эта малолетражка с передним приводом, который африканцы прозвали «стальным верблюдом». И надо же такому случиться, что верблюд подвёл Релей именно в пустыне. Стоило прислушаться к звоночкам судьбы и развернуться ещё после выезда из Тантана, когда на военном посту его остановили и предупредили, что дальше зона военных действий между Мароккою и Западной Сахарой. Судьба явно пыталась затормозить попытки Эмиля сунуть голову в пекло. Но он не внял этому. Пока мужчина был в поле обозрения военных, он послушно ехал в обратную сторону. Но как только они скрылись за горизонтом, свернул в каменистую пустыню, надеясь объехать запретную зону и стоящий патруль. Релей не боялся проблем. У него с собой был набор инструмента, крепежи и несколько труп. К машине он захватил запаску и домкрат. Можно подумать, что он предвидел то, что с ним случится дальше. Когда он уже считал дело сделанным и разворачивался на юг, раздался мощный удар, и машина буквально подлетела. На втором скрежете транспорт уже брякнулся об землю. Сломался ранжерон, а рычаг подвески просто сложился. Эмиль стоял в размышлении. От Тантана он уже отъехал на несколько десятков километров. При его хорошей физической подготовке и имеющихся запасах можно было дойти пешком. Но как бросать в пустыне любимую машину? Да и при перемещении пешком по таким местам возможны разные неожиданности. А здесь у мужчины были запасы воды и продуктов на несколько дней. Куча инструментов и запчастей просились в работу. Эмиль решил вспомнить старые увлечения и не отремонтировать как-то автомобиль, как вы могли подумать, а сделать из него мотоцикл. Важно было всё досконально рассчитать, ведь в случае ошибки он оставался в пустыне пешей, без воды и еды. Переночевав в машине, он с утра начал работу. Кузов он оставил в качестве укрытия от перепадов температуры и песчаных бурь для себя и продуктов. Основу рамы для мотоцикла сделал из переднего и заднего лонжеронов, слегка поколдовав над ними ножовкой. Мотор с коробкой передач пошёл в центр. Эмиль рассчитал, куда бы крепить аккумуляторную батарею и бензобак, как поставить рулевое управление и закрепить поклажу. Сложнее всего было с приводом. Поскольку цепей и лишних шестерней под рукой не было, невольный изобретатель решил воспользоваться схемой велосалекса. Левый тормозной барабан мужчины прижал к заднему колесу мотоцикла, чтобы вращать его за счёт трения. У колеса вращение получалось обратное, поэтому для езды вперёд коробку нужно было включать на задний ход. Главное было доехать до обитаемых мест, поэтому путешественник строил аппарат в первую очередь выносливый и функциональный и совершенно не задумывался о комфорте. За 12 дней в пустыне, имея только ключи, клещи, молоток и ножовку по металлу, релей собрал из сломавшейся машины экзотический, но вполне рабочий мотоцикл. Он отчаянно хотел выжить. При этом у него не было ни дрели, ни сварки. Отверстие в металле приходилось делать путём надреза ножовкой. Сначала Эмиль сгибал металлический лист, затем работал ножовкой, разгибал и вышибал ослабленную бляшку металла. Там, где было возможно, он использовал уже имеющееся отверстие. Приводы релей собирал и переделывал несколько раз. Но первая попытка старта всё равно закончилась тем, что мотоизобретение взмыло вверх и перевернулось, чуть не придавив своего создателя приличным весом в 200 килограмм. В конце концов, верблюда удалось укротить, хотя управлялось им весьма сложно. Хорошо, что почти все продукты были съедены и вода выпита. На транспортное средство пришлось погрузить совсем немного. Инструмент, постель, карты, компас, самодельную палатку и оставшиеся полтора литра воды. Машина работала без глушителя. Поэтому все звуки и запахи в полной мере шли к водителю. Подножек не было. Максимальная развиваемая скорость доходила до 20 км в час. Больше было страшно усовершенствовать, поскольку останавливать транспорт без тормозов приходилось с ногами. Наконец, релей тронулся в путь. Он гнал своё изобретение до темноты, и мужчине удалось выбраться на дорогу. Здесь он в изнеможении устроился на ночлег. С утра его разбудил тот самый патруль, который он так хотел объехать. Полицейские недоверчиво выслушали рассказ Эмеля о переделке машины в мотоцикл. После этого у механического чудовища поставили вооружённую охрану и с предполагаемым шпионом отправились на поиски скелета его машины. Место его творческой работы нашли только на следующий день. Подозрения в шпионаже были сняты, но технические претензии остались. В Тантане мотоцикл устроили на штрафстоянке, а релею пришлось выплачивать штраф в 4,5 тысячи драхм. За то, что надписи в документах на машину не соответствовали её реальному техническому состоянию. После оплаты мотоцикл передали хозяину. А через месяц на другой точно такой же машине Эмиль вернулся на место разборки первой, окончательно развинтил её и по деталям вывез из Марокко. Со своим мотоциклом релея много раз участвовал в выставках и на следующие поиски приключений в Африке снова поехал на своём стальном верблюде. Стремление человека к жизни не даст ему пропасть в любых экстремальных условиях, особенно если он обладает многими навыками и умениями. У меня всё друзья, такие люди как Эмиль всегда меня удивляли и восхищались за свою находчивость и умения. А что вы об этом думаете? Пишите ваше мнение, ставьте лайки и делитесь видео. Пока!